Церковь как оружие и отточенный инструмент для расправ. Поиск осязаемого внутреннего врага закончился успехом. Он найден. Это приходы Русской Православной Церкви. В прицеле теперь все священнослужители и прихожане Московского Патриархата. Каток репрессии СБУ докатился до Киево-Печерской Лавры. Пять лет грозит тем, кто допустил в стенах храма песню о России. И вот уже въезд в монастырь блокировали автоматчики в бронежилетах. А во время обысков были обнаружены улики. Книги на русском языке. Вывод один. Лавра укрывает врагов Украины, а их надо убивать. Как, например, протерея Сергея Тарасова после ареста СБУ минувшим летом. Националисты получили безграничную власть в стране. На Украине существует, как это, модное слово, лобби, да, пронационалистическое, в том числе и в церкви. И уже открыто жгут храмы, как недавно во Львове. Идея дирусификации на Украине через религию зародилась сто лет назад. Правда, сначала не нашла отклика. Но в годы немецкой оккупации раскольникам дали зеленый свет. Их возглавил Степан Скрипник, вернувшийся из США племянник националиста Петлюры. Затем период долгого советского затишья и восстановление неканонической церкви с ростом националистических настроений. При Порошенко процесс становления новой антироссийской церкви получил второе дыхание. Но люди все равно массово шли в приходы московского патриархата. И это сразу бросалось в глаза, когда три года назад я специально посетил несколько киевских храмов. Сейчас мы видим литургии в Михаиловском соборе. Это православная церковь Украины, та самая раскольническая. И мы видим в сравнении даже с Киевой. Печерской лаврой. Или Покровским. Монастырем, да, здесь у нас совсем не много народа. Многие священники украинской церкви становились, по сути, сотрудниками СБУ. Их даже внедряли в структуры нацбатов. Там они внушали постулаты новой веры. И поэтому у боевиков не дрожала рука, когда они убивали служителей РПЦ. Осколки, все это летело, все это было, окна повыбиты. Точно так же вокруг всего храма. Вот у нас осколки. Это от гранатомета. Это от гранатомета. И вот это все-все осколки. Отец Василий, священник Слуганчины, был ранен при целенаправленном обстреле ВСУ. И не разговаривали бы мы с ним сегодня, если бы от последующей расправы его не спас приход наших войск. А вот его предшественник Александр Михеев попал к боевикам запрещенного в России Айдара. Уйдом, до них залезли, все. И пытали, подписи собирали по всему силу, чтобы отца Александра не трогали, чтобы он остался здесь, служил. В итоге он умер, да? Да. Каратели пытались решить сразу две задачи. Ликвидировать традиционную церковь и приспособить само здание под военные нужды. Почему боевики Айдара так хотели заполучить храм себе? Ну, во-первых, здесь есть сеть подземных ходов, которые, как оказалось позже, были занесены Иллом еще в 60-х годах. Но, во-вторых, это колокольно. Представьте, 36 метров. Отличный наблюдательный пункт, откуда все позиции войск, как на ладони. С особым ожесточением обращались неонацисты с пленными войсковыми священниками Донбасса. Летом, еще во время боев за ЛНР, протеерей Владимир Морецкий с трудом, но смог поделиться с нами своей тяжелой историей. Говорит, его пытали люди с искаженным сознанием. Забыть это все равно не получится. Нас тогда и вешали, и топили, и расстреливали. И вот почему я хреповатый после этого. Ну, повисеть на веревке, а потом быть голосистом, это сложно. А стервенело, борясь с клириками УПЦ, неканоническим церквям на Украине дали полный карт-бланш. В том числе на пособничество войне. В Бердянске обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием у служителей греко-католического прихода. Что за люди оставили арсенал, пастыри не признаются, уходят от ответа. Давайте один простой вопрос. Кто начал войну в Украине? В 2014 году Россия начала, конечно. А вот так называемый набор АТОшника. Особая литература для украинских военных и нацбатов. Схема боевых действий. Они из нее сделали религиозный символ, религиозную составляющую. Мост мира-крестная дорога в зоне АТО. На пещерном национализме продолжает играть и сейчас. Кабмин Украины создал отдел по вопросам этно-национальной политики и религий. И поставил руководить Андрея Юроша, одного из создателей ПЦУ. Последние 20 лет он безбедно жил на гранты Джорджа Сороса. Вот документы, которые нам удалось найти. Отчеты Американского фонда о выделенных грантах. В получателях и сам Юрош, и члены его семьи. Проводники правильной веры для борьбы Запада с русским миром. Нужна, я бы сказал, карманная церковь для властей Украины. Такой может стать только некое объединение с ПЦУ на новых националистических принципах. А националистические принципы – это всегда репрессии и расправы. Прошли обыски в доме архиепископа Шумского. Та же унизительная экзекуция в епархии в Черновцах. Искали документы о диверсионной деятельности в пользу России. И ведь найдут же рано или поздно. И этот крестовый поход они не остановят, пока не уничтожат русскую церковь на Украине на корню. И одно – веру убить не получится.